МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже при самых заоблачных тарифах самое дорогое тепло – это тепло человеческих отношений. Только этим нам с вами и пришлось бы утешаться, если бы схема теплоснабжения нашего города была принята в первоначальном варианте. Но сейчас, похоже, двухлетние споры вокруг этого документа закончились. Мы расскажем, чем. Здравствуйте! Вы смотрите Точнее тележурнал о людях, явлениях и событиях. С вами Ольга Сланицына. Что делать, если дом начинает трещать по швам? А ведь от этого и новостройки не застрахованы. Как раз такой ситуацией оказались жильцы не так давно заселенного дома в Заречном микрорайоне. Чего боятся люди и почему? Управляющие компании здесь бессильны, разбирался Александр Гришаков. Трещина в стене – местная достопримечательность. Экскурсия на лифте – тому доказательство. В одном и том же месте на каждом этаже одинаковая картина. И это не штукатурка трещит по швам, говорят жители. Обои в квартирах рвутся по такой же траектории. Гарантийный срок у нас закончится. На чьи плечи ляжет данный ремонт? На плечи жильцов. Либо мы будем ждать по графику капремонт. Поскольку мы вошли в региональный фонд в 35-м году. Где-то жильцы латали стены самостоятельно. Однако активисты заявили о проблеме в управляющую компанию. Но та молчит. И правильно делает, говорят специалисты Роспотребнадзора. Обслуживающая организация в этом случае – сторонний наблюдатель. Всегда потребители почему-то полагают, что когда они квартиру приобрели, они обращаются в управляющую компанию. Да, безусловно, в управляющую компанию обратиться нужно. Нужно поставить ее в известность. Но тех решений, которые обеспечивают именно гарантийные обязательства, управляющая компания не примет. Поэтому нужно в первую очередь писать претензию застройщику. По закону на все конструктивные элементы, кровлю, стены и балконы застройщик дает гарантию 5 лет. Исключение составляет только инженерное оборудование. На трубы и батареи гарантийный срок – 3 года. Но стоит оговориться, если в их работу не вмешивался собственник жилья. В Тюмени уже были случаи, когда люди меняли краны у стояков. И все последствия протечки легли на их карман. Претензий у тюменских новоселов в качестве строительства хватает. Самые частые жалобы на монтаж окон. В первую же зиму они промерзают и появляется плесень. С начала года в Роспотребнадзор обратились 14 человек. А всего до контролирующего органа дошло 20 жалоб с претензией к застройщикам. В Роспотребнадзор попадают только единицы заявлений. Как правило, гарантийные вопросы решаются тет-а-тет между собственником и строителями. И здесь главное – правильно зафиксировать нарушения. Акт заставляется не обязательно по какой-то форме. То есть двое соседей, представитель управляющей компании и сам человек, который попал в такую ситуацию. Описывается, что случилось. Вероятная причина затопления – это обязательно. Если застройщик откажется восстанавливать дом по гарантии, обязать его может только суд. Александр Гришаков, Сергей Мякишев, Тюменское время. Муниципалитеты теперь могут влиять на стоимость домов, строений и земельных участков. Верховный суд России признал за местными властями право оспаривать результаты кадастровой оценки. Многие собственники, чтобы сэкономить на налогах, намеренно уменьшают стоимость своих квартир или земельных участков. Некоторые, напротив, завышают цифры, чтобы выгоднее продать имущество. Например, когда речь идет о строительстве дороги через их участок. В прошлом году в Тюменской области за изменением кадастровой стоимости обратились 470 человек. В первой половине 2016-го поступило еще 105 заявлений. Идея такая, чтобы именно кадастровая стоимость, кадастровая оценка, она была именно на уровне рыночной. То есть, чтобы она интерес соблюдала и граждан, и соблюдала интересы общества. Что за странные серые бабочки заполонили город? Почему на улице Гнаровской подземный переход невозможен? И сколько лифтов в Тюмени вновь стали безопасными? Все это далее в коротком блоке событий. В половине домов, внесенных в программу капремонта 2015-го года, уже прошли восстановительные работы. В их число вошли и многоэтажки на широтной 21 и 21А. В общей сложности здесь заменили 10 лифтов. Стоимость каждого 1 миллион 700 тысяч. А качество новых подъемников оценили представители областного фонда капремонта. 7200 домов у нас сейчас в региональной программе и находятся. Таким образом, дома, которые с наибольшим баллом, они ремонтируются, ну, естественно, в текущем году, потому что они более старые. Видов работ у нас 6. Это вся инженерия, это лифтовое оборудование, это фасад, это кровля и это фундамент. Активно жители этого дома пользуются и правом на компенсацию затрат на капремонт. Она положена гражданам старше 70 лет. Жители домов на пересечении улиц Мельника и Тигнаровской против строительства надземного перехода в их районе. Они считают, что логичнее было бы организовать здесь подземный тоннель. При проектировании такой вариант рассматривался, однако из-за особенностей грунтов и многочисленных коммуникаций от этой идеи пришлось отказаться. Кроме того, сооружение подземного перехода всегда в несколько раз дороже надземного. Я думаю, что мы найдем все компромиссные решения, чтобы никто не пострадал и чтобы всем было комфортно. Потому что для нас очень важно, чтобы все коррективы, которые мы вносим сегодня в жизнь нашей областной столицы, они были удобны и комфортны для всех, кто здесь проживает. Всего в Тюменской области в этом году построят 6 надземных и 2 подземных пешеходных перехода. Эффект бабочки, брачные полеты непарного шелкопряда обеспокоили жителей региона. Если на стадии окукливания гусеницы тысячами гектаров объедали леса области, то теперь вчерашние ползучие кое-где буквально тучами летают по Тюмени. Специалисты уверяют, страшного в этом ничего нет. Небольшие серые самцы находятся в активном поиске крупных белых самок. На одну невесту штук 50 женихов. Поэтому все они как самотошные по всему городу летают и ищут свою единственную возлюбленную, которая из-за своей лени и неповоротливости сидит где-нибудь на стволе дерева и ждет, пока тот ее по запаху сам найдет. Схема теплоснабжения Тюмени готова. Документ уже отправили на рассмотрение в Министерство энергетики. Свой вердикт ведомство вынесет осенью. История разработки этой схемы началась 4 года назад. Трижды она не смогла пройти публичные слушания. Первоначальный вариант проекта предполагал инвестиции на уровне 19 миллиардов рублей. Источник возврата – бюджет и повышение тарифов. После финальной доработки цена вопроса снизилась до 11 миллиардов. У нас получилось, что только в 2017 году плата граждан вырастет на 6%. Это полностью укладывается и в инфляционные прогнозы, и в прогнозы Минэкономразвития. А в дальнейшем до 2031 года, именно до этого года рассчитана схема, индекс роста может снизиться до 3,8%. Об особенностях теплоснабжения в Тюмени и о том, как это влияет на цифры в платежках, которые мы получаем, поговорим сегодня с директором департамента тарифной ценовой политики Тюменской области Евгением Карташковым. Евгений Александрович, приветствуем вас. Здравствуйте. Довольно заметный разброс цен случается в строке теплоснабжения. Мы понимаем, что тариф – это лишь часть, из которой складывается финальный платеж. Но все-таки поясните, почему одна и та же услуга стоит где-то дороже, где-то дешевле? Разброс, во-первых, зависит от вида применяемого топлива. Самое недорогое топливо – это газ. Есть котельные, которые работают на угле, на нефти. Это подороже уже получается, стоимость гигакалорий. Есть в Тюмени и одна котельная электрическая. А каков у нас вообще разброс тарифов? Разброс от 860 рублей – это компания ОТСК с магистральных сетей. Это примерно 9% населения получает теплоэнергию по такому тарифу. До 8000 – это как раз электрическая котельная, которая сказала, что это два дома. На самом деле жители эти 8000, конечно, из кошелька не выкладывают. Все происходит с применением механизма ограничения роста коммунальных платежей. Вполне логично, когда собственники ищут способы сэкономить. И не менее логично, допустим, попробовать покупать энергию у того поставщика, у которого она дешевле. В Тюмени есть физическая возможность решением общего собрания собственников взять и выбрать себе ресурсоснабжающую организацию. Это заманчивая такая мечта, наверное, я бы назвал. По законодательству нельзя однозначно, ну и поясню почему, подключение осуществлено к определенной тепловой сети, допустим, или распределительной, или магистральной. И вот только к той организации, которая подключена, нужно обращаться сейчас за договором на снабжение ресурсом. А если заключить договор с вышестоящей организацией, например, прийти на котельную или на ТЭЦ, сказать продайте мне теплоэнергию, то вопрос, в чем понесете ведерко горячей воды или в кармане, грубо говоря, все равно за транспорт нужно будет заплатить. А второй момент, за качество услуги кто будет отвечать? Вот когда у вас заключен договор на границе дома и тепловой сети, отвечает именно тот, кто эту сеть содержит и эксплуатирует. Если теплоноситель пошел не той температуры, вы обращаетесь к нему. А в данном случае вам нужно будет обратиться куда-то на источник, там скажут, мы подали хорошую. И концов никогда не найти, кто и в какой момент это качество услуги потерял. Если говорить о схеме теплоснабжения, в принимаемом варианте, какие вам видятся плюсы, какие минусы? Для потребителей прежде всего. Да, мы работали с вариантом схемы, которая сейчас находится в Минэнерго. Я знаю, что еще вносятся некие корректировки, но думаю, что суть не поменяется. Администрация города постаралась предусмотреть набор мероприятий, который позволит обеспечить и развитие города, и надежное теплоснабжение, но без каких-то сверх затрат. То есть наша оценка, прогноз влияния на тариф, без каких-то дополнительных факторов, некий прогноз, показала, что тарифы будут при такой схеме расти равномерно, незначительно и равномерно. Это вы хорошо заметили, что незначительно. Сейчас еще одно нововведение. Тюменская область переходит на систему долгосрочного планирования тарифов. Какой пользой это может обернуться также для конечного потребителя? Потребителю, прежде всего, важен комфорт, ну и чтобы недорого было, я считаю. Так вот, долгосрочное регулирование, оно должно привлечь инвесторов, во-первых. То есть какие-то средства, видя горизонт, что несколько лет еще эта организация будет работать на этом рынке, она будет вкладывать все-таки в надежность, в качество услуг. А потребитель в итоге получит при незначительном также росте тарифов равномерном, то, что он хотел. Это тепло в квартире, чистую воду, электроэнергия постоянно. Чем долгосрочные механизмы немножко мне не нравятся как регулятору, тем, что предусмотрена корректировка. А корректировка может быть и в плюс, и в минус? Да. Ну, как правило, она, наверное, все-таки будет в плюс. К сожалению, в плюс вообще есть такая мечта, когда ты скажешь, что тарифы снизились. Ну, надеюсь, хотя бы сможем значительно замедлить темп их роста. Кирилл Александрович, спасибо. Все понятно. Надеемся нашим зрителям тоже. Спасибо. Спонсор «Точнее» Кулига-2. Новая коттеджная застройка в экологически чистом районе. Земельные участки около Кулига-парк в новом коттеджном поселке Кулига-2. Телефон 60 30 32. 60 30 32. Через пару мгновений рекламы, точнее вновь в эфире, дальше еще интересней. Я не верю, что так удастся быстро сделать, но слава богу. В маленькой деревне мужчины сделали то, о чем мечтали еще мальчишками. Теперь для своих детей. Написали, что мы хотим, чтобы дорогу нашу отсоединили, что мы хотим, чтобы нам сделали придомовую территорию. Хотели, получили. В Тобольске мечты жителей 18 домов точно исполнятся. Мы сами удивляемся, что у нас двойни. Не ожидали, конечно, хотели второго ребенка. Вот у нас теперь два второго ребенка. Двойняшки готовятся к параду. Он может довести Тюмень до Книги рекордов России во второй раз. Приемная кампания в самом разгаре. Сотни абитуриентов подают документы на специальности, которые, как они считают, станут их профессией и помогут хорошо зарабатывать. Но на практике не все так гладко. Нередко проблемой при трудоустройстве становится отсутствие опыта работы. Выходом, по мнению главы региона, может стать глобальное реформирование, слияние и укрепление вузов. Тогда будет возможность расширять практическую базу. Вот как раз можно будет создавать фонды вокруг университета, накачивать их дополнительными деньгами для того, чтобы получать оттуда качественного выпускника. И мне его как работодателю не надо будет переучивать. Я смело его могу привезти и показать, где у него рабочее место. И с завтрашнего дня он приступит к исполнению своих служебных обязанностей. Первые шаги уже сделаны. В регионе появился опорный вуз, индустриальный университет, а другие повысили требования к абитуриентам. Требования сегодня к поступающим очень высокие. Мы берем даже на платные места. Не всех, а лишь с определенными баллами ЕГЭ. У нас сегодня конкурс на экономику и на респруденцию, даже на платные места. Кстати, сейчас специалисты в сфере информационных технологий, физики и химики устраиваются по профессии на 100%. А сейчас перенесемся в маленькую деревню Юртабор Ирковского района. Она нигде никогда не фигурировала в новостях, но мимо этого повода мы пройти не смогли. Здесь впервые за всю историю поселения появился памятник защитникам Отечества. Это вчерашние мальчишки воплотили свою детскую мечту. Теперь уже для своих детей. Под барабанную дробь открывают новый мемориал. На фронт из маленькой деревни ушло 75 человек, вернулось чуть больше 40. Среди них есть и герои СССР. Сегодня из ветеранов войны никого в живых уже не осталось. На митинг пришла вся деревня. 125 человек. Из них, как утверждают сами местные, и половина дети. Поэтому и памятник очень нужен. В Чечкино построили памятник. Сами. Нашли спонсоров. В Курчуганах построили памятник. Участникам. Сами нашли деньги. Сами построили. В Карбанах то же самое. Сами нашли деньги. Сами построили. Ну, как бы, разве мы хуже? Разговоры о мемориале шли давно. Еще когда эти мужчины были мальчишками. Они выросли и идею решили притворить в дело. В феврале собралась инициативная группа. И в мае обратились за поддержкой в защиту Отечества. Сразу же были выделены деньги. И вот он, памятник, о котором мечтала деревня. Честно говоря, я не верил, что так удастся быстро сделать. Но, слава богу, сделали. Такой прекрасный памятник получился. Это просто очень красиво. Здесь именно тех, кто погиб, сражаясь за родину, и тех, кто вернулся, не забыли и участников уже современных конфликтов. У каждой семьи в деревне здесь есть свой близкий человек. Двое. Дед и дедовский брат. И в локальных войнах участвовали мы племянник. Дед и деда брат. Они вернулись. Открытие приурочили ко дню села. Ведь для маленькой деревни это настоящее событие. А для защиты Отечества это один из проектов, которое объединение поддержало, нашло спонсоров и довело до реализации. Нам удалось совместно с местными властями. Я считаю, что это общее наше дело. И это дело мы должны делать, продолжать. В каждом селе должен быть памятник тем героям, которые отдали за нас жизнь. И благодаря им мы сегодня живем. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. А памятник другому герою, фотожурналисту Александру Ефремову, погибшему в Чечне в 2000 году, появится, но чуть позже запланированного. Первоначальной датой был день рождения фотографа 29 июля, но сроки смещаются. Сейчас идет монтаж постамента. Двухметровая фигура, отлита из бронзы, находится в Екатеринбурге. Об этом рассказал автор скульптуры Николай Распопов. Монумент станет уникальным местом памяти журналистов, погибших на полях сражений. Мы изучали этот вопрос, и по нашей информации, пока такого памятника, такого уровня, не только в стране, но и в мире нигде нет. Безусловно, сработало большое желание Рас. Был очень удачно получилось с нашим скульптором. Он тоже как-то проникся, загорелся и оперативно взялся, без долгих размышлений, рассуждений. Вот такой общий настрой этому способствовал. Открытие памятника запланировано на начало августа. Он будет установлен в сквере Тобольской правды. К моменту открытия местные власти обещали навести в сквере Тобольской правды идеальный порядок. Впрочем, это касается не только сквера. Тобольск преображается и за счет монументального искусства, и менее эпохального, но такого нужного благоустройства. Лето скоро на экваторе, поэтому дорожники торопятся. Они уже завезли бордюрный камень и местами начали укладывать асфальт. Количество заявок у нас было в прошлом году 18. Все эти заявки рассмотрены и удовлетворены. На сегодняшний день правительством Тюменской области выделены денежные средства для благоустройства придомовых территорий. Для реализации данного мероприятия органы местного самоуправления заключены соглашения с управляющими компаниями на предоставление субсидий. Окраина 7-го А микроэона. Большинство домов здесь дали 20 лет назад. Сейчас на территории прокладывают ливневую канализацию. Две многоаташки вошли в программу благоустройства дворов. Будет большая парковка 600 квадратных метров, дорога, пешеходная тропинка и входящая группа. По смете у нас вышло 1 миллион 735 тысяч и будем платить 3%. В соседнем микроэоне возле седьмого дома была непростая ситуация. 30 лет его двором считалась общественная дорога, а на обочине соседи почти ежедневно боролись за место. Благодаря активности жильцов теперь у них будет большая парковка, облагородит и входную группу. Написали, что мы хотим, чтобы дорогу нашу отсоединили, что мы хотим, чтобы нам сделали придомовую территорию, чтобы в программу мы вошли. Нашли документы, что проезжая часть и квартальные проезды не являются придомовой территорией. За последние пять лет в Тобольске установили 50 игровых площадок. Построили более 40 парковок. Еще 18 благоустроенных дворов планируют сдать через полтора месяца. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тюменское время. Тюмень вполне может стать рекордсменом среди российских городов по рождаемости близнецов. Коэффициент многоплодия, это доля близнецов на тысячу новорожденных, у нас в разы выше среднероссийского. Так, в 2014 году на свет появились 199 двоин и 5 троин. В 2015-м 266 пар близнецов и 3 тройни. Исходя из последних цифр, с учетом поправок, коэффициент многоплодия у нас 23, в то время как наилучший средний показатель по России был в 1960 году примерно 12. Эту тенденцию некоторые связывают с широким распространением ЭКО, но врачи все-таки утверждают, что это не они так стараются, а природа. И вклад современной медицины в двойную статистику не надо преувеличивать. Эти подсчеты, конечно, пока неофициальные, но все-таки один зафиксированный рекорд России Тюмень все-таки поставила. У нас сделали самое массовое фото с участием двойняшек и тройняшек. В один кадр попали сразу 510 похожих, как две капли людей. Из них 24 тройни. Самым маленьким участником парада «Близнецов-2015» было два месяца, самым взрослым – 71 год. География тоже удивила, на шествии съехались одинаковые люди со всей Тюменской области, от Салихарда до Илутеровска. Кстати, наш рекорд за год еще не побил ни один регион. Мало того, этим летом двойняшки и тройняшки собираются зафиксировать новый. На что они готовы, чтобы во второй раз попасть в Книгу рекордов России? Расскажет Анастасия Лизаревич. Мы обзавелись новыми прическами, специально подстриглись для такого торжества. Лохматый ежик на голове и голубые глаза. Двойняшки Романа Ивана Пахомовы в папину породу. Они родились всего три месяца назад и почти сразу их записали на парад. В этой семье праздники любят. За нарядные костюмы на шествии отвечает мама Жанна. Коляску украшать будет папа Антон. Попасть в Книгу рекордов России Пахомовы мечтают всем составом. Мне кажется, у нас в городе немного таких мероприятий. Поэтому, конечно, очень почетно. И не каждому дано. Мы сами удивляемся, что нас двойня. Не ожидали, конечно, хотели второго ребенка. Вот у нас теперь два вторых ребенка. Двойняшек Пахомовых на параде ждет специальная номинация. Пока это самые маленькие участники. Выберут и самых взрослых, отметят и талантливых. Одинаковые люди в центр Тюмени съедутся со всех концов области. От Селехарда до Упорова. Будут близнецы даже из Краснодара. Чтобы поймать в кадр всех героев, пригласили 10 фотографов. Видеосъемка запланирована даже с воздуха. Одинаковая одежда – это главное условие для участия в параде. На сегодня уже 550 заявок. Наш рекорд побить никому пока не удалось. Хотя аналогичные мероприятия были проведены в разных городах. Например, во Владивостоке 1 июня проводили парад близнецов в Якутске. Но тюменцы готовы на все ради того, чтобы попасть в Книгу рекордов второй раз. В этом году такая жара. Давайте в купальниках пойдем. В красных. В красных, в красных, да. Тройняшки Шкляевы готовы ради рекорда прийти в центр города даже в Мини. Но боятся прохожие и будут в шоке. Сегодня им на троих уже 156 лет. Это трио привыкло удивлять и быть в центре внимания. С рождения. Кто есть кто? Ну вот здесь, насколько я вижу, здесь Наталья, здесь Татьяна. Без всяких мог вычислить, кто передо мной. Такая сестра. Для меня было удивление, конечно, что люди не видят разницы. Это сегодня у них разные прически. А до замужества были как две капли. Девочек путали даже родители. И Наташу метили зеленкой. Сестры выручали друг друга на экзаменах, менялись с женихами. А ведь мама ждала только сына. На родах ждал сюрприз. Шклеевы – первая тройня Тюменской области. Тогда, в 64-м, за неожиданное счастье родителям дали квартиру и выделили няню. На параде тройняшки готовы рассказать еще много смешных историй про себя. При любой погоде? При любой погоде. С зонтиками? Даже если град пойдет, мы тоже пойдем. Но под зонтиком. Мы считаем, что это все-таки наш праздник. Побьют ли тюменцы собственный рекорд прошлого года, узнаем уже скоро. Массовое свидание двойняшек в то же время в том же месте. 16 июля у цирка. Анастасия Лизаревич, Сергей Мякишев, Тюменское время. Хорошо, что парад 16-го. К тому времени, возможно, погода изменится. А на ближайшие два дня МЧС дает штермовое предупреждение. В области ожидаются сильные и очень сильные дожди. Ветер 20-24 метра в секунду, гроза и град. Особенно опасно находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и линии электропередач. А водители просят воздержаться от дальних поездок. Сейчас точнее по городам. Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Злата Горница». Строительство вашего здорового дома. Строим эксклюзивные деревянные дома. Уникальный диаметр бревна, ручная рубка, кировский лес. Теперь и в Тюмени. «Злата Горница». Здоровые дома. Итак, в Тобольске завтра дождь, гроза. На термометрах 19-21 со знаком «плюс». В Тюмени все то же самое, только чуть теплее. 20-22 выше нуля. И на этом у нас все. Спасибо вам за внимание и до скорой встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...